Еще раз с вами официально поздороваюсь, если вы к нам недавно подключились, не стесняйтесь просить ссылку. Слушатели вебинара я буду также просить ее дублировать для вновь привычных. Мы с вами находимся на вебинаре, который звучит как замена фона. Я не настаиваю на том, что мой подход будет самый-самый лучший, идеальный. Нет, это не так. Напротив, я отмечу, что способы выделения изображения, такие как инструмент pen или быстрая маска, или вообще обойтись без инструментов выделения, так тоже можно. Каждый специалист имеет свой путь и признает также несколько сюжетов, как получить тот или иной результат. Сейчас я покажу урок средней сложности. Этот урок рассчитан на то, что вы обрабатываете изображение, наверное, не слишком хорошо к нему относитесь при этом. То есть быстро, дешево и сердитно. Без использования масок, без использования корректирующих слоев мы не будем с вами ставить тени, свет и вообще доводить изображение до состояния вот этого эффекта «я там был». Ну, то есть это уже больше времени нам потребуется. Также я не буду использовать приемы стилизации, но я покажу свои собственные рецепты, которые эффективно позволяют проверить чистоту изображения, снять пиксели по краю, не пользуясь при этом ластиком, эффективно обработать край изображения, добавив к нему растушевку. И все это быстро и практически без ручной работы. Демонстрация урока происходит на версии программы англоязычной, версии CC. Можно также работать на CS6, можно работать на CS5, можно работать вообще на чем угодно, поскольку методика это довольно-таки универсальная. Ссылочку, которую вы скачали, должна открываться и давать на выходе следующим материалом. Семинар. Семинар. Содержимое папки у нас следующее. Это папочка «Режим смешивания. Информация о семинаре». Программа сюда у меня нечаянно попала. Ну, держите. Это программа управления экраном. Очень удобная штука. Реагирует на горячие сочетания клавиш, что позволяет уменьшать, увеличивать масштаб при демонстрации как презентации, так и просто рабочего стола. Итак, в Photoshop мы с вами сейчас откроем изображение, которое будет подвергаться обработке. Это изображение находится в вашей папке «Замена». Так. Называется этот файл «Исходник». Так. Я, с вашего позволения, настрою колесико-мыши на навигации. Ctrl-K, как нам подсказал Слава. И слева в разделе «Tools» мы поставим галочку. Поставим галочку «Zoom with Scroll wheel». Это обеспечит нам навигацию на колесико-мыши. Ctrl-K. Ctrl-K – это вызов настроек «Preferences» в раздел «Tools» и «Zoom with Scroll wheel». Если вы работаете в более старой версии Photoshop, чем версия CC, то раздел «Tools» там еще не придумали. И данная настройка «Zoom with Scroll wheel» будет располагаться в меню «General». Итак. Благодаря этой настройке я теперь смогу свободно приближать и отдалять свое изображение. Итак. Вот изображение, с которым мы приступаем к работе. В ходе семинара я буду регулярно показывать вам презентацию, которая называется «Информация о семинаре». И здесь, в этой презентации я хочу с вами поздороваться, сказать «Здравствуйте, меня зовут Инна». Мой имейл находится на экране. Я, если необходимости, могу продемонстрировать вам какие-то, не знаю, материалы рабочие, прислать, подсказать что-то. Пожалуйста, пишите мне, не стесняйтесь. В этой презентации вы найдете мою теорию о том, что очень важно понимать разницу между командами, о том, как именно появляются слои в программе Photoshop. Я всего выделяю 4 варианта развития сюжета. Это то, что слои появляются у вас в программе автоматически, путем дублирования, путем разделения. И есть еще злоумышленное специальное намеренное создание пустого слоя. Разницу между этими операциями я даю на нашем курсе «Фотошоп первый» в центре специалист. Ну, в общем-то, моя задача как преподавателя уровня 1 – это вдолбить вот эту вот базу. То есть это самое важное, пожалуй, чтобы человек себя чувствовал уверенно в фотошопе. Цель сегодняшнего занятия у нас – монтаж, замена фона. И здесь есть один предварительный слайд, который говорит о подготовке к работе. Преобразование понятия «бэкграунда» в понятие «лэйер». Сделать это нам с вами необходимо, поскольку на «бэкграунде», а так выглядит впервые изображение, которое открывается в «Фотошопе» и ранее при этом не обрабатывалось, например, формата файла «JPEG». Так выглядит у нас с вами в палитре «Лэйерс». Слово «бэкграунд» – оно же фон, оно же задний план в некоторых русскоязычных версиях фотошопа. И работать дальше с таким понятием невозможно. Мы не можем с вами на «бэкграунде» удалить фон. Мы можем только стереть верхний край, верхний слой краски, при этом обнажается холстина. То есть если вы представляете себе, как устроена наклейка, то есть есть пленочка, цветная часть, которая куда-то наклеивается, прозрачная, с несущей цветной частью, а есть более жесткая, более твердая основа, на которой эта пленочка находится. Так вот, «бэкграунд» – это изображение, которое находится в слепленном состоянии, если коротко. А вообще, конечно, можно его перечислить, что он всегда внизу, что на нем невозможна прозрачность, не применяются маски, не применяются стили, трансформируется он только с предварительным выделением и прочие-прочие-прочие психологические проблемы. Так вот, мы не можем с вами дальше идти, пока мы не избавимся от самого этого понятия. Есть несколько способов «бэкграунд в лейер» перевести, они у вас будут указаны в презентации. Я предпочитаю, есть старый способ – двойной щелчок по этому слову, или один щелчок непосредственно по замочку. Так можно «бэкграунд в лейер» перевести. Давайте мы с вами, давайте, по олдскульный вариант сработаем. Двойной щелчок по «бэкграунду». Имя слоя можно задать, можно не задавать. «Герла». Так. И все остальные настройки применяем мы по умолчанию. Все остальные настройки по умолчанию. Так. Что еще есть у нас в палитре «Лейер»? Что нам понадобится? Я сейчас собираюсь проводить, как бы, такую вот инструкцию универсальную. И если в этой инструкции каждый шаг будет выполнен правильно, у нас с вами будет один же и тот же результат на выходе. Вот. В общем, я сейчас озвучиваю странную просьбу, которую… Длинная интрига, в общем, запускается, которую я сейчас не объясню. У вас есть список блокировки, что нельзя сделать с этим слоем. Это блокировка прозрачных и непрозрачных пикселей, блокировка перемещения и трансформации, блокировка атрибутов, если есть, вот в последних версиях появилось. И последнее – это защита от всего вообще, что с этим слоем нельзя будет сделать ничего. Я попрошу включить в вас третий вид блокировки. Это кнопочка, которая выглядит как четыресторонняя стрелка, то есть слой нельзя двигать. Такая мысль сейчас у меня. Нажмите, пожалуйста, на эту кнопочку «Защита от смещения», «Lock Position», а также от инструментов трансформации. Пока я не скажу, зачем это. Затем я хочу показать вам быстрый способ удаления фона. Всеми любимый, пожалуй, инструмент «Волшебная палочка», хотя я лично знаю тех специалистов фотошопки, которые вообще презирают инструменты выделения и предпочитают всю работу осуществлять ластиком. Ну что же, они тоже по-своему правы иногда. Ну а пока я прошу вас найти инструмент «Magic Wand». Если отчитывать сверху, раз, два, три, четыре, это четвертая группа команд сверху, и «Magic Wand» находится именно там. «Волшебная палочка». Инструментом «Волшебная палочка» мы щелкаем и клавишу «Delete» или «Backspace» нажимаем на клавиатуре, удаляя потихонечки кусочки фона. Проверьте, пожалуйста, настройки вашего инструмента, они должны быть стандартными. Я подразумеваю, что у вас «Tolerance», он же чувствительность, 32 пикселя всего стоит, то есть я ничего не меняю в настройках этого инструмента. Щелчок «Delete», щелчок «Delete», щелчок «Delete». Вот так вот мы с вами поступаем, удаляя части изображения. Ну, как бы без фанатизма, да? То есть не охотитесь вот за такими малышками, вот, мы их еще не очень хорошо видим. Вот, если не успеваем, а хочется успевать, я хочу сразу раскрыть вам, чем все это закончится. Ноги мы все равно будем отрезать, поэтому приоритет работы на верхнюю часть туловища должен быть. Уважаемые слушатели, я прошу вас сбросить, сбросить выделение «Ctrl D» от слова «Deselect». Сбросить, пожалуйста, выделение, остаточное выделение с вашего объекта, поскольку больше мы инструментами выделения пользоваться не должны. «Ctrl D» или «Select» «Deselect», если предпочитаете действовать из главного меню. Так. Итак, у нас есть слой. На слое была проведена работа по удалению, ну и, конечно, невооруженным взглядом заметны кое-какие изъяны, да, на этом изображении, даже если не брать ноги. Сейчас я хотела бы, чтобы изъяны были ярче, и для этого мы создадим с вами временный слой. Цель этого временного слоя – подсветка проблем, подсветить проблемы. Этот слой будет фоновым, но фоновый он по смыслу, не по сути. Это просто слой, залитый целиком краской. По моей классификации слоев, по моей классификации слоев. Я выделяю специальное создание пустого слоя и предупреждаю, что подобное действие имеет смысл только в том случае, если вы собираетесь выступать в качестве творца растровой графики. Если вы сами будете создавать эту графику, а создать графику в фотошопе можно, ну, растрового типа, можно именно инструментами рисования или такой командой, как edit fill – заливка. Итак, что надо там? Этап по организации рабочего пространства будет у нас сейчас. Я вам его распишу, а инструкция у нас на шестом, на седьмом слайде презентации находится, поэтому я так не переживаю, что у меня что-то, может, быстро происходит. Возле мусорной корзины у вас находится иконка нового слоя, а также Ctrl-Shift-N, а также Layer-New Layer. В общем, да, любой способ здесь хороший. Новый слой. На этом новом слое мы выполняем операцию из меню Edit, редактирование, по-русски оно будет звучать, edit fill, по-русски эта команда звучит, как выполнить заливку, она же Shift-F5. Edit fill. В списке предлагаемых вариантов по заливке, разверните список сверху, мы проходим к команде Color, она же цвет. Я предпочитаю цвет, который набивает мне мысли о видеомонтаже. Это цвет наиболее противоположный человеческой коже, это зеленый цвет и довольно яркую разновидность этого цвета я выбираю здесь в большом тоновом квадратике. Так, выбор обязательно делается двойной, то есть в категории New должен обязательно яркий образец. Для этих целей чаще всего используется либо синий цвет, либо зеленый цвет. Я предпочитаю зеленый. Окей, окей, так. И далее изменить порядок слоев в палитре Layers. Просто слой схватить, на задний план положить и зафиксировать его замочком, который называется защита от всего, поскольку на этом слое у нас работа проводиться не должна. Так. И переходим с вами на слой смот-мазель. Теперь у нас начинается этап коррекции края изображения. Этап коррекции края изображения состоит из, прямо-таки, нескольких инструментов, которые мы используем. Это инструмент History Brush, инструмент Riser Lastic, это инструмент Blur размытия, возможно, а также кое-какие уловки. Этап коррекции края изображения у вас находится на седьмом слайде презентации информации о семинаре. Итак, восстановление удаленных частей. Это будет первое, что мы сделаем. И именно для этого нам было так важно не двигать девушку. Давайте сначала проведем визуальный обзор. Так. Ну, что у нас? Немножко погрызанная линия лица, да? Как-то не очень приятно получилось. Вот прям вот. Вот. Можно, конечно, взять ластик и вот по нижней границе пройтись, но в любом случае вот это место тоже совсем нехорошо выглядит. Шея была засвеченная, значит, она пропала. Что еще? Что еще плохого? Ну, вот руки, да, немножко не хватает здесь. Вот. Ну, больше всего, конечно, меня заботит здесь линия лица. Линия лица и вот этот кусочек шеи. На руку можно, пожалуй, даже не обращать внимания. Так. Убеждаемся, что слой у нас активен. Слой активен. И активируем инструмент под названием History Brush. Это инструмент, который располагается на панели инструментов между штампом и ластиком. Кстати, запомните, дислокацию ластика, он нам тоже очень скоро потребуется. Выглядит как кисточка со стрелкой. Так. Этот инструмент напрямую связан вот с этим сервисом фотошопа. Что я сейчас перед вами показываю? Что это такое? Это панелька History, да? Это панель History. А вот это, что мы с вами видим? Это историческая откатная точка. Она выставлена у вас на начало работы, да? Она выставлена у вас на сам эскиз вашего файла. А помните, я просила девушку не двигать, да? И даже заблокировать ее замочком. Дело в том, что если бы мы ее с вами передвинули, а потом начали восстанавливать изображение, восстанавливая шею, мы бы восстановили глаз в этом месте. То есть получается, что восстановление идет к чему-то. Кстати, если вот здесь вот баловаться и вот эту вот вещь снимать, да? Вот если вот прямо вот сюда вот нажимать на это место, то инструмент History Brush уже не работает. И это нормально. То есть вот эта позиция точки, откатная точка и инструмент, они связаны друг с другом, они связаны друг с другом. Итак, точка стоит, все правильно. То есть данная пиктографка в панель History, если ее пользуетесь, находится прямо напротив эскиза. Так и должно быть. На этом основании мы начинаем как будто бы тряпочкой, зажав левую клавишу мыши, поглаживать линию ее лица. С одной стороны, возможно, с другой стороны. Ну, с другой стороны очень важно, там кусочек шеи отсутствует. Также, также вот здесь можно поработать. Ну, и если у вас много свободного времени, начинайте работать с ногами, потому что их явно-явно что-то, вот что-то, что-то здесь нехорошо. Кусочка в плоти не хватает. Я отключаю пиксельную сетку, она меня немножко раздражает. Команда View, Show, Pixel Grid. Итак, инструмент History Brush восстанавливает нам части изображения. К сожалению, инструмент History Brush, плотно связанный с понятием History и Story, перестает работать, как только вы закроете ваш документ. Но, увы, но это так. В противном случае вам надо просто работать с масками. Так. Затем мы с вами активируем следующий инструмент. Это ластик. Они находятся рядом друг с другом. Собственно, их можно использовать попеременно. Ластик, он же Eraser. Активируем с вами инструмент Ластик. Размер вы настраиваете всегда по вкусу. Hardness, она же жесткость края равна 100%. Вызвать подобную менюшку вы можете правой клавишей мыши. Правой клавишей мыши щелкнуть пластиком по изображению, и можно настраивать. Я против того, чтобы вы осуществляли щелчки по изображению. Я сторонник такой школы, что вы должны представить себе, что ластик – это бритва. И удерживая левую клавишу выше, вы проходите по касательной, по касательной, по касательной. Конечно, в труднодоступных местах размер ластика приходится уменьшать сильно-сильно, но в данном случае 10 пикселей более чем достаточно по размеру. Везде, где восстановили участки изображения, мы везде осуществляем вот такую коррекцию ластика. Предупреждаю, уважаемые слушатели, что если вы наблюдаете тонкий-тонкий край белых пикселей, который стелется у нее по одежде, ну вот я сейчас пытаюсь его подчеркнуть, вот такой вот край белых пикселей, такой слабый-слабый переменный край, слабые пиксели по контуру, подсвеченный таким легким белым цветом, то я прошу их все-таки не уничтожать с вашего изображения, поскольку хочу показать команду их автоматического уничтожения сразу во всем документе, как слайсером по всему контуру можно снять слабые пиксели. Примечательно, что все способы обработки края изображения в конце концов сводятся к тому, что берете кисточку и дорабатываете, и под кисточкой подразумеваются как сложные такие способы коррекции, как маска, корректирующие слои, так и обычное уничтожение пикселей, которое мы проводим ластиком. То есть это уровни работы могут быть разные, но метод один и тот же, что работа осуществляется вручную, прицельно, аккуратно, без этого, увы, никак. Так, я даже не довожу работу до конца. Ребята, помните про ноги, да? Что это? Что можно продолжить в любой момент. Так, работу. Ну, а пока останавливаемся. Пока останавливаемся, я хотела бы сейчас уделить внимание пикселям, которые идут по границе моего изображения. Чтобы их лучше было видно, я, пожалуй, спущусь на нижний слой и проведу его обработку в плане его затемнения, наверное. Чуть-чуть затемню нижний слой. Вот так вот, чтобы было хорошо видно. Так, лучше видно, да, что у нее по границе идут белый-белый край, такой тонкий край пикселей. И я хочу показать команду, которая на этом этапе уже, может быть, вам не нужна. Уважаемые слушатели, вот Ольга, Евгений, Александр, Светлана, Галина, Александра, да, Тимофей, если вы по-прежнему с нами еще выполняете презентацию, хочу предупредить, что при работе со своими исходниками далеко не означает, что вы сейчас будете использовать эту операцию. Нет. Только те случаи, когда вы видите явный дефект и то желание снять как будто тончайший слой пикселей по всему контуру изображения. Ну что ж, давайте попробуем. В меню Layer, слой с девочкой активен у нас, в меню Layer вы находите самую-самую последнюю команду под названием Matching. Она же, если не ошибаюсь, будет звучать как, наверное, обработка краев. Как-то так по-русски. На память говорю. Так. И далее Defringe. Она же команда убрать кайму. Конечно, больше одного пикселя обычно не указывают. Желание указать 2, 3 и более пикселей говорят просто о плохой работе ластиком. Нажимаем с вами на ОК. И со всей, по всему периметру убрались, да, пиксели вот эти беленькие? Ушли, ушли, ушли. Если ушли, но не везде, вы берете ластик и продолжаете себе свою работу. Да, отдельные крапинки, которые все-таки остались, нельзя удалять этой командой. Этой командой можно только снять везде, одномерно, по контуру. А так вот для локальной коррекции у вас, по-разному, ластик в руках. Так. Так. Дальше пошла уловка с моей стороны. Хочу показать вам эту уловку. Я снова фон под свечу более, сделаю светленьким для работы. На нашем изображении осталось... Ой, не туда. На нашем изображении осталось еще масса проблем, масса недостатков, и я хотела бы их сейчас показать. Я хочу показать вам способ выявления мусора. Кстати, эту операцию я рекомендую, наверное, всем, кто занимается обработкой изображения в таком виде, да, как бы убрать фон у изображения, подложить другой. Вы можете даже не подозревать, как много мусора, а именно пиксели, которые там всем валяются, полупрозрачные, незаметные человеческим взглядом, сейчас валяются на вашем изображении. Выявляю я их варварским способом? Я их выявляю через стили, через эффект под названием stroke, обводка. Сейчас все покажу. Мы находимся на слое с мадемуазель. Выполняем команду layer, layer style, она же стиль слоя. И далее выбираю пункт stroke, обводка. Так, не торопитесь, здесь еще маленькие настроечки, чтобы было хорошо заметно. В появившемся окне настроек stroke я поставлю size 3 пикселя, position outside, снаружи, и color, цвет, красный, чтобы было лучше видно. Окей, окей. Что касается красных пикселей, которые находятся, толщина в 3 пикселя, помните, задавали, да? Вокруг нее. Это совершенно нормально. То есть вот этот край, это нормальный. И не пытайтесь от него избавиться. Даже если вы у нее дуру в животе будете делать, она все равно будет обведена красными, вот этими пикселями. Мы должны с вами посмотреть на те места, где их быть совсем не должно. Посмотрите, пожалуйста, на левый край фотографии. Тянется такой тонкий край пикселей, да? Вот часто забывают такие вещи обрабатывать, а затененные края фотографии – это популярное явление. Стирайте инструментом ластик, да, размером побольше, край пикселей слева, а также снизу, а также весь мусор, который возле ее ног валяется. Так. Ну, если вы, конечно, уже наловчитесь, можно стирать красный вот этот край пикселей там, где видите утолщение контура, но лучше с этим очень аккуратно работать, поскольку здесь надо выдерживать расстояние в 3 пикселя, а иначе вы зацепите само изображение, это уже нехорошо. Мне кажется, возле лица, да, будет мусор. В результате использования команды History Brush мы восстановили когда-то изображение, и когда стирали это изображение, ненужное, восстановленное, наверняка какие-то вот остались следы, следы нашей деятельности. Возле ног, если вы успели с ними поработать, тоже наверняка остался этот край. В общем, мы охотимся за мусором. Мы охотимся за мусором. Советую таким образом проверять любую фотографию. Так, ребята, как у вас дела? Мне как-то немножко даже скучно. Вы плюс пришлите мне в чат, чтобы я, так, мы с Димой одни или не одни? Я хочу видеть вашу. Плюс, Тимофей, отлично. Я сейчас как раз могу спросить, как у вас дела. Так, Ольга, Кристина, ага, Тимофей, Галина, пока нормально. Александра, отлично. Круто. А у нас Ольга, 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 можно желание загадывать? Так, отлично, отлично. Наверное, потихонечку сворачиваемся, да? Сворачиваемся. То есть то, что я сейчас демонстрирую на экране, вот это нормально, такой результат получить нормально. Девушка, обведенная красной обводкой или обводкой любого другого цвета, толщиной в 3 пикселя. И далее, следующий этап по работе, мы должны избавиться уже и от красной обводки тоже. Приготовились. Приготовились. Бросаем ластик, бросаем ластик и так. Ну как бросаем, в смысле, да, сосредоточились. И находясь на слое по-прежнему с мадмуазели, вы заметите, что к ней присоединен эффект. Глазочек отключать у эффектов не надо, так мы их просто скрываем. Цель у нас избавиться от этого эффекта и нам понадобится команда Clear Layer Style. Зайдя в меню Layer, мы выбираем пункт по работе Layer Style, стиль слоя он же, то есть то, куда ходили, и ищем вот такую управляющую команду. Clear Layer Style. Очистить стиль слоя. Очистить стиль слоя, после чего красная обводка пропадает. И вот как выглядит наше изображение на этом этапе работы. Пропало. Итак, Layer Layer Style, Clear Layer Style. Эта команда у нас находится на седьмом слайде этапа коррекции края изображения. Layer Layer Style Stroke, то, что мы сделали. Затем удалить ластиком появившиеся остатки фона. И Layer Layer Style, Clear Layer Style закончили. Снять пиксели по краю, эту операцию можно было выполнить как до, так и после. То есть это не страшно. Нам остался здесь последний этап размытия. Размытие называется. И снова я хочу обратиться к слушателям вебинара, и Дмитрию тоже, что это тоже не всегда потребуется. То есть если у вас вся работа была проведена ластиком, то такое понятие, как зубчатый край на изображении, вы не увидите. Зубчатый край, вы видите, зачастую используя такие инструменты выделения, как Magic Band. О чем я конкретно говорю. Приблизьте, пожалуйста, к себе ее правое или левое плечо. Ага. Видно зубчики, да? Зубчатый край. Вот о таком зубчатом краю я хочу с вами поговорить, и его могло и не быть. Если бы мы с вами работали вручную, я предложила бы вам активировать инструмент. Инструмент Blur, инструмент Капля, оно же размытие, и вот таким образом пройтись по границе вашего изображения. Но я отменяю действия назад, поскольку я не могу пройтись с одинаковой силой по всему изображению. Я в этом плане хотелось бы использовать мне фильтр. Фильтр размытия по товарищу Гауссу. Фильтр Blur, Гаусси от Blur. Но вначале нам нужно хитро выделить наше изображение. Так, покажу вам, уважаемые слушатели, прием, который вам, возможно, понадобится при использовании масок когда-нибудь в жизни. Так, сейчас я прошу держать клавишу Ctrl. Удерживая клавишу Ctrl, нам нужно с вами щелкнуть прямо вот сюда, на иконку вашего изображения. Вот мимо не попадать. Да, вот и Ctrl держим, и прямо по иконочке щелкаем. Так мы с вами выделяем все пиксели на этом слое. Все верно? Есть. Отлично. Это еще не все. После того, как мы выделили девушку, нельзя сразу применять фильтр размытия, поскольку она сама размоется. А нам нужно, чтобы у нас был выделен край нашего изображения. На наших курсах по фотошопу я учу работать с выделением, настраивать выделение и модифицировать. Модификация выделения находится у нас в меню Select. Select, Modify. Модификация, да, выделение. Модификация Border, граница. Граница в два пикселя более чем достаточная для этого изображения, поскольку мне нужно пиксель слева, пиксель справа захватить для их размытия. Окей. Select, Modify, Border. Видно ли, как у нас имеется двойная граница в выделенной области, да? То есть теперь я могу четко заявлять о том, что у нас выделена не она, а контур, а ее контур. И вот по этому контуру мы с вами и проходимся фильтром Гаусса. Пожалуйста, фильтр, Blur, Gaussian Blur, фильтр, размытие, размытие по Гауссу. Единички вполне достаточно. Окей. Ctrl, D, снимаем выделение. Я сейчас на вот таком увеличенном масштабе хотела бы операцию показать. До и после. Да, есть, да, разница? До и после, до и после. Благодаря такому пушистому растушеванному краю она будет превосходно контактировать с любым фоном, который мы под нее подложим. Ну, есть. Далее, далее мы открываем, наверное, второе изображение и будем приступать непосредственно к монтажу. Ctrl, O или File, Open, или как вам больше нравится, мы открываем с вами файл под названием фон. Так. Здесь я вам рассказываю о нескольких хитростях. Выполните, пожалуйста, многооконный режим Window, Arrange, Tile All Vertically. Упорядочить все вертикально, расположить все вертикально, чтобы оба изображения находились перед нами. Так. Как-то раз я уже обмолвилась в начале занятия, что мы не будем с вами выполнять все, все какие-то тонкости монтажа. Это, этому всему у нас кучит. Я показываю быстрый алгоритм. А в быстром алгоритме нужна хитрость. То есть мы не должны брать изображения откровенно, чужеродные друг к другу. Мы не сможем, ну, как бы я не учу, не учу вас приспосабливать друг другу качество этих изображений, выставлять свет. Поэтому всегда идите на хитрость. Подбирайте уже изображения, которые, ну, как минимум, одинаковые под своей цветовой схеме. Девушка у нас красноватенькая, да? Ну, и фон такой же красноватенький. Кроме того, у них одинаковый Image Size. Можете проверить вот эту вот вещь, как Image Size. Да, Image Size одного изображения и Image Size второго изображения у нас являются идентичными. Если они различные, то надо, конечно, перед монтажом их приспособить, а именно выровнять. Image Size одного изображения под Image Size другого изображения. Как правило, все можно сводить к меньшему, потому что сводить к большему для этого потребуются специальные навыки уже. Принцип сводить к меньшему, он здесь будет выигрывать. Итак, что куда тащить? Девушку на фон или фон под девушку? Ну, если вы все еще с мадмазель трудитесь, без использования масок и не хотите пока терять историю, я так понимаю, да? Все еще хотите отматывать действие назад, например, да? То все-таки мы с вами фон перетаскиваем к мадмазель. Инструмент Move у нас должен быть активен. Инструмент Move, он же перемещение. Сделайте однократный щелчок по изображению с попугаем и перетаскиваем на мадмазель. Выравниваем инструментом Move и подкладываем под девушку. Исходник при этом фоновый можно закрыть. Переходим на слой с девушкой и снимаем с нее замочек. Замочек, который у нас здесь находился, надо снять, поскольку мы уже приступаем к позиционированию объекта на экране, потому как это просто необходимо. Положение тела в пространстве, а также масштабы объектов у нас какие-то несуразные. Попугай здесь размером с хорошего индюка, роза размером с лицо, поэтому надо сейчас ее сажать вниз, во-первых. А во-вторых, операция Ctrl-T, трансформировать. Ctrl-T, поворот. Для выполнения поворота просто держите руку где-нибудь вот здесь. У вас появляется мышка, такая закругленная форма, курсорчик появляется. Удержав левую клавишу мыши мы ее поворачиваем, ищем положение тела, при котором вам кажется, что она будет устойчиво смотреться. И за уголочек, удерживая клавишу, вот за этот уголочек, удерживая клавишу Shift ради сохранения божественных пропорций, мы увеличиваем размер изображения. Клавишу Shift для увеличения. И строго, конечно, за уголочек. Строго за уголочек. Вот, это была операция Ctrl-T, которая вам в монтаже, конечно же, необходима. Клавиши Enter. Завершаем с вами процедуру трансформации. Так. Галина задает вопрос, запись лекции можно получить? Можно, Галина? Можно. Все наши семинары вывешиваются на сайте специалиста в рубрике «Специалист ТВ». Я об этом даже скажу, и я буду советовать вам посмотреть еще один мой вебинар по маскам. Я специально для своих учеников его записала. Затем мы с вами видим вот эту проблему, да? Вот она. Вот. Эта проблема, и ее можно было решить либо техникой монтажа, либо... Хочу вас немножечко развлечь. И если у вас в этом будет интерес, полагаю, об этом интересе надо просто, наверное, сообщить нашим менеджерам. Я хотела бы даже по этому поводу устроить специальный вебинар. Хочу познакомить вас с фильтром, с помощью которого можно изменить форму носа, овал лица, там, бровь приподнять, добавить интеллекта, похудеть, поправиться в нужных местах. Вот, в общем, интересный фильтр. Когда вы закончили трансформацию клавиши «Enter», я вас туда приглашаю. Находится он в меню «Фильтр» и называется «Liquify». Он же «Пластика». Фильтр «Liquify». «Liquify». Заходим. Самый верхний инструмент, инструмент в виде пальца, позволяет нам текстуру двигать, как бы приводя к эффекту размазывания. Но я бы его так не сказала, что это прям размазывание, поскольку текстуру он управляет очень неплохо, не оставляя при этом растягивающих следов. Инструмент в виде пальца направляем с вами на головной убор, мадемуазель, и аккуратненько, аккуратненько начинаем делать выталкивающие или, наоборот, вталкивающие движения, формируя ей головной убор. Инструмент в виде пальца. Фильтр «Liquify», он же «Пластика». Ну, если все плохо, можно нажать на кнопочку «Restore all», сбросить все и заново. Ну, а если результат приемлемый, то окей. Это был фильтр «Liquify». Забыла предупредить, что фильтр довольно тяжеленький, и за компьютерами, за некоторыми, может, это вот он немножко задумываться. Дайте ему время, если он задумался. Замечено подобное, что он сильно накружает вашу операционную систему. Наращенный край головного убора, давайте посмотрим поближе. Вот как бы все хорошо, но мне кажется, что островатые края на нем находятся. Это тот случай, когда мы не будем запускать операцию по автоматической коррекции края изображения размытием, а мы просто по этому месту пройдемся инструментом «Капелька». Инструмент «Блёр» активируем, и короткими такими нежными движениями по контуру края проходимся. Тут самое главное не переработать. Не переработать, поскольку у инструмента «Блёр» сила действия у нас здесь не меняется. Вот она здесь, 50% стоит. И если будем долго тереть в одном месте, то получится более растушеванный край, чем во всех остальных. Изображения часто сводятся друг с другом по качеству. Ну, если мы обратим внимание на задний план, то несмотря на то, что фотография явно имеет какие-то физические шумы и проблемы, фотография заднего плана выглядит как бы более резкой, чем фотография переднего плана. И если я не скажу вам, как улучшить фотографию сегодня, то, по крайней мере, я скажу, как ухудшить фотографию. Переходим с вами на слой с попугаем. Кстати, тот слой, который у нас был внизу, временный, его можно разблокировать и удалить, собственно, он нам уже не понадобится. Переходим на слой с попугаем и используем с вами фильтр. Несколько фильтров предлагаю вам использовать. Для начала в меню «Фильтр» выберите такой пункт, как «Ноизы». Шум. Фильтр. Шум. И далее «Фильтр. Нойз». Далее «Эд Нойз». Добавить шум. Не, ну не так много, конечно. Но пятерочку я бы, наверное, добавила. Так. Пятерочку или, может, поменьше немножко. Ну, троечку давайте. Троечку не помешает. Окей. И чуть-чуть размыть изображение. «Фильтр. Блёр». Гаусси-Англёр. На ту же самую единицу. Есть. То есть изображение становится у нас более плохого качества, с добавленным шумом. Изображение становится более размытым. Можно выполнять и другие манипуляции в этом направлении. Ну, вот, собственно, всё. А вот выставление света, работа с тенями – это всё бы здорово дополнило наше изображение. Хотя, ну, да, можно продолжать и продолжать в этом направлении. Но я надеюсь, что ваши первые эксперименты по замене фона со своими фотографиями принесут уже хорошие результаты. Пользуйтесь, пожалуйста, моим алгоритмом. Так. Алгоритм начинается у нас на шестом слайде. Удаление фона. Организация рабочего пространства. И этап коррекции. Края изображения использования инструмента. History Brush. Ластик. Проверка качества снятия пикселей по краю. И размытие контура. Вас ждут, возможно, ошибки на пути. Список такой вот для проверки того, а в чём дело. Называется список ошибок на восьмом слайде. А, скорее всего, работа вот в чём-то таком заключается. Я не там работаю. Я забыл снять выделение. Я работаю не тем инструментом, да не с теми настройками. Я забыл завершить операцию. Ну, а если не знаете, в чём дело, то сохраните изображение и выполните сброс всех настроек программы Photoshop. При запуске программы удерживать Ctrl-Shift-Alt рекомендуется. Так, ну, это крайняя мера. Крайняя мера. Напоследок закрываем с вами это изображение. Хочу дать один, ну, как это модно сейчас говорить, лайфхак. Да, это способ вообще не обрабатывать ваше изображение. В папочке, которую вы получили, вы можете открыть режим смешивания папку. Есть такая, да, под папку. И открыть изображение, ну, например, третье и четвёртое. Можно сразу отобразить их в многооконном режиме. То, что я сейчас покажу вам, не является полноценным монтажом замена фона. Но это вариант работы ещё более дешёвый, ещё более сердитый, ещё более быстрый, чем тот, который был у нас. Выполняется всего, собственно, в два действия. Так. Существо, собачку, собачку. Активируем инструментом Move и перетаскиваем на фоновую вот эту вот нашу картину. Так. Предполагаю, что надо её уменьшить операцией Ctrl-T и посадить вот куда-нибудь на диванчик. Ну, вот как-то вот какие-то вот такие вот размеры, более-менее вменяемые для этого объекта. Так. А затем будет магия. Магия. Это просто магия. Режимы смешивания. Режимы смешивания – это вариант работы в фотошопе, который часто приводит к декоративным эффектам. Но здесь есть один такой прям рабочий режим смешивания, который используется специалистами для того, чтобы моментально избавиться от белых пикселей. Daken. Или затемнение. Так он называться будет. Выбираем с вами Daken. И фон пропадает. Да. Ну, как пропадает. Конечно, если вы будете собачку размещать где-нибудь ещё, это вот, ну, как-то это не очень удачным решением будет. Видно, да, вот она. Это ещё и зависит от того, какой фон у неё за спиной. Но в данном случае всё, всё получилось неплохо. А если представить себе объём работы, который был бы нами сделан, да, вот шерсть, ну, с ума сошли, да, пока вот всё это обработаем. Такая же пара объектов у нас здесь. 1 и 2. 2. Где тоже всё решается очень быстро. Перенос изображения. Ctrl-T, размеры, Enter. И режим смешивания, Daken. Всё. И готово. Ну, конечно, там надо, можно ещё немножко с перспективой здесь поработать. Поработать, сделать изображение более, таки вот, вот там что-нибудь там, что-нибудь такое, что-нибудь такое, что-нибудь такое. Ну, я водиться не буду особенно. Такие вот быстрые приёмы. Игорь спрашивает меня сейчас, как получилось у меня перетаскивать один файл в другой файл. Когда вы открываете два изображения Игоря, у вас открываются изображения во вкладках. Тем не менее, вы можете организовать многооконный режим, и команда сейчас перед вами. Window, Arrange, Tile, All, Vertically. Вот. Для начала это многооконный режим. В своей презентации я утверждаю, что слои появляются у вас в программе автоматически методом перетаскивания. Так вот, чтобы это вообще бы работало, мы можем сделать всю работу в многооконном режиме. Попробуйте, Игорь. Window, Arrange, Tile, All, Vertically. И далее инструментом Move, убедитесь, сделайте щелчок по объекту, ну, просто активация окна, схватили, потащили, отпустили на самом изображении. Так это и делается. Главное, чтобы мы видели, откуда мы тащим и куда мы тащим. А для этого нам нужен многооконный режим. А вот чем выполнять саму работу? Инструментом Move, основной инструмент монтажа. Всем спасибо, уважаемые злые. Субтитры создавал DimaTorzok